И всем привет! Сегодня у нас очень долгожданная тема, у меня постоянно и очень много кто спрашивает про 3D модельки. И сегодня мы с вами немножечко пообсуждаем их, порассуждаем, читерство это, можно ли это использовать, какие есть подводные камни и знаете, все в этом духе. Я, честно говоря, не сильно готовилась к этому видео, я хотела сделать другое сначала, поэтому у меня нет сценария, буду говорить так, скажем, сразу из головы. Поэтому, если буду тупить, sorry. Так вот, дело в том, что в художественном комьюнити споры насчет 3D моделек, это просто вечные споры, на них можно смотреть бесконечно. Все постоянно срутся, кто-то считает, что это читерство и вообще художник не должен ничего использовать, кроме собственных рук. В идеале он и кисточку сам должен сделать, и краску сам добыть, иначе это вообще не считается. Диджитал-художники, которые используют 3D модельки и вообще рисовать не умеют на самом деле, все за ней делает компьютер. А кто-то считает, что, блин, это же можно ни хрена не делать, это же так круто, я возьму модельку и все само появится, и мне не нужно учиться рисовать, мне не нужно тратить годы на это. И знаете что, на самом деле обе эти стороны в какой-то степени неправы. Я лично пользовалась модельками пару раз всего лишь, и дело в том, что на первый взгляд кажется, что все легко, но когда ты начинаешь работать с ними, сам понимаешь, что нет, на самом деле ничего простого там нет. Дело в том, что все эти арты, которые я сделала с модельками, мне не нравятся, и большую часть из них я даже не закончила. А те, что закончила, выглядят, ну, честно говоря, не очень. И если вы хотели бы увидеть видео, где я еще раз даю шанс этой модельке, пробую рисовать с помощью 3D моделек, то вы сообщите, я попробую, попробую еще раз. В этом году у меня еще попытки такой не было. Итак, ребят, дело в том, что рисование по 3D моделькам не спасет вас от обучения. Я знаю, что это выглядит так, словно вы можете взять модельку, обвести ее, и у вас получится идеальнейшая анатомия, все будет хорошо, ведь моделька, она ведь анатомичная, да? Но дело в том, что это работает совершенно не так. Новички, не знающие анатомию, не смогут сделать все правильно и красиво, они просто обведут модельку, и это будет очень и очень сильно заметно. И даже если вы уже не новичок, а у вас какой-то средний уровень, то все равно, скорее всего, будет заметно. Потому что недостаточно просто взять и обвести модельку, с ней нужно правильно уметь работать. И это правда звучит странно, но это сложно объяснить. И если вы уж беретесь за это, вы должны понимать, что придется потратить время на изучение программ, в которых все это можно сделать. Давайте поговорим немножечко по поводу как раз-таки обводок с 3D моделек, и о том, как ими пользуются другие художники. Есть очень и очень много программ, которые предназначены для этого. В том же Clip Studio есть встроенный инструмент с 3D модельками, я работаю в Clip Studio, я вам покажу, как это выглядит. Есть другие программы, которые вообще отдельно, какой-нибудь Design Doll, это первое, что приходит на ум. Там вообще можно сделать модельку практически с нуля. Практически просто потому, что вы можете действительно подстроить анатомию под свою. Но это можно сделать и в Clip Studio, просто чуть-чуть сложнее, там надо разбираться. Таких программ действительно очень много, но дело в том, что у каждой программы есть правила пользования, которые, конечно же, 80% людей не читает. Я не буду говорить за те программы, про которые не знаю, поэтому скажу про Clip Studio. Поскольку это встроенная программа, здесь очень много авторского контента. У нестандартных моделек, которые вы скачиваете отдельно для программы, скорее всего, тоже есть правила пользования, и их нужно уже читать. В большинстве случаев обычно там можно использовать это везде. И в коммерческих проектах, и обводить, и вообще не обводить. Главное, не выдавать за свое, так сказать. Но просто есть отдельные материалы, где это запрещено. Некоторые авторы запрещают использование своих материалов в коммерческих проектах, и некоторые запрещают с них обводить. То есть их можно использовать только как референс. По-другому вообще никак. И люди, когда видят 3D-модельки, они думают, воу, эту модельку, наверное, же никто не делал, у нее нет автора. И поэтому берут и обводят ее. Есть программы, в которых вообще 100% нельзя это делать. Это, например, Miku Miku Dance, потому что это программа для анимации. Это не программа для художников. И у всех моделек есть авторы. И они, естественно, защищены авторским правом. То, что защищено авторским правом, трогать мы не имеем права. Если уж вы обводите, то следует указать автора модельки и перекрепить ссылку на него. Но лучше вообще не трогать. Еще раз говорю, эта программа не для рисования. Большинство людей почему-то думают, что я возьму оттуда, никто не заметит. Нет, все заметят. Дело в том, что Miku Miku Dance очень популярная программа. И модельки оттуда действительно выглядят очень, скажем так, не специфично, но заметно. Видно, что это оттуда. Единственное, что вас спасет, это если вы сделаете сами себе модельку с нуля. Обводите ее сколько хотите. И когда я говорю с нуля, я подразумеваю именно с нуля, а не скачать основу уже готовую. И типа прикрепить ей уже тоже готовые чужие волосы, одежду. То есть пособирать от разных авторов. Это сделает вашу модельку вашей. Она будет состоять из чужих частей, на которые есть, скорее всего, авторское право. Поэтому лучше так не делать. В общем, в идеале лучше просто прочитать и узнать, можно ли обводить. Потому что есть программы, как я уже говорю, в которых нельзя обводить. Хотя, казалось бы, они созданы для художников. Что касается Клип Студио, как вы можете видеть, тут очень-очень большой выбор 3D моделек. Причем здесь не только люди. Здесь фон, здесь здание, здесь любые предметы. Все это можно использовать. И все это можно вроде как обводить. У Клип Студио есть отличная фича, которая позволяет 3D-шный фон делать 2D-шным. Так что заниматься обводкой, скорее всего, не придется. И это большой плюс, почему люди, которые рисуют комиксы, манхвы приходят именно сюда. Очень много корейских художников, которые рисуют манхвы и прочее, 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 они рисуют в Клип Студио. Потому что можно скачать просто какую-нибудь модельку и просто с нее обвести. Притом, качаются даже не полноценные модельки, а отдельно головы, вот, например, как тут вот, и обводятся с нее. То есть, все это делается исключительно для экономии времени. Но все мы знаем, что корейские художники, азиаты, вообще человек, который рисует манхву или манхва и зарабатывает на этом деньги, он, скорее всего, умеет рисовать. Поэтому им это как бы сходит с рук. Это не запрещено. Но вы видели сами эти 3D, они обработаны, им уже даже, наверное, лень это делать. Как же эта штука работает в самом Клип Студио? У меня тут есть пара моделек, перетаскиваете ее на сам холст, что, естественно, удобно. И можете с ней делать, что хотите. Можете ее повертеть, покрутить, поставить в нужную позу. В общем-то, все готово. Позу, естественно, можно скачать, если вам уж совсем лень настроить угол камеры. И, вуаля, вы великолепны. С нее действительно можно обводить. Создается просто новый слой сверху. И все. Так это и работает. Но с 3D-модельками, как я говорила, нужно уметь работать. И я знаю очень много иностранных художников, которые постоянно рисуют по 3D-моделькам. Просто потому, что это экономит время. Не нужно делать построение на глаз. Ты уже его как бы знаешь. Но тебе просто проще уже будет обвести с модельки. И как бы не тратить свое время на это. Да я вот, например, так не умею, как бы... Я не считаю это читерством. Но лично мне пока что неудобно. Видимо, я еще не дошла до того уровня, чтобы можно было рисовать 3D-моделькам. И это выглядело красиво. В моем случае видно, что как-то криво-косо. Ну, в общем, бывает. Что я могу сказать? В общем, ребят, если будете использовать какие-то программы, обязательно почитайте, можно ли с них обводить. Но лучше учитесь рисовать сами. Используйте модельки как референсы. Ставьте их в какие-то позы. Подбирайте ракурсы, перспективу. И пробуйте нарисовать это сами. Скорее всего, получится не сразу. Но, по крайней мере, вы это сделаете вручную. И будет это видно. Будет видно, что вы старались. А не просто обвели модельку, не понимая, почему, как эта поза находится, как это стоит, как это все работает. Но это исключительно мое мнение. Еще раз говорю, я не против, что кто-то пользовался модельками. Это действительно отличный способ. По крайней мере, экономия времени в рисовании, комиксов и прочих-прочих больших проектов. Ну, в общем-то, как-то так. Всем спасибо за просмотр. Обязательно пишите свое мнение. Пишите программы, которыми вы пользуетесь. Если вы пользуетесь 3D-модельками, да. В общем, как обычно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на инст, на твиттер, на вк, на все-все-все. Всем большое спасибо за просмотр. И всем отличного дня. Субтитры сделал DimaTorzok